всем привет вы на канале мистер кубик сегодня рассмотрим одну из пве арен которую ввели в декабрьском обновлении в корейской версии игры аркейдж а именно последний день и рамканда если вкратце то в данной арене отображается часть истории спасения жителей северного материка в то время на северном материке произошла катастрофа и жители и рамканда оказались в педе они решили укрыться в пещере но до нее нужно было еще и добраться а на пути их ждали монстры холод и голод и наша задача будет спасти как можно больше жителей помочь им укрыться в пещере для спасения жителей на арену могут зайти от 15 до 20 игроков на все про все у вас будет 21 минута на арену можно сходить всего лишь один раз в день в определенное время само прохождение данной арены вы уже в принципе видите перед собой вы появляетесь в пещере в той куда и отправляются жители вам дается минута для подготовки например взятие квестов некоторые квесты можно будет взять уже после выхода из пещеры самой локации будет очень холода как у некоторых за окном поэтому нужно будет разводить костры факела вдоль пути и жители чтобы они могли согреться и не теряли здоровье также можно и накормить жителей вкусной горячей едой тех кто уже замерзает отогреет и приведет в чувство на пути у вас будут встречаться различные монстры обычные мобы которых вы можете убить или отогнать например ставим волков идущих на жителей ранее зажженным факелом для разведения костра приготовления еды и обустройстве в пещере нужны ресурсы их можно взять в этой же локации и никаких особых сложностей в их получении нету паки дерево можно получить срубив дерево или убив древесного голема которые будут бродить в данной локации паки с мясом можно получить при убийстве мобов это волки олени мамонты за исключением голема паки с камнем можно получить копая специальную руду также по локации будут бродить каменные големы которые около себя и за собой оставляют данную руду пополнять ресурсы нужно будет постоянно добытые паки нужно ввести ко входу в пещеру и выкладывать у входа довести пак можно как на своем плече сидя на ослике или на тракторе что конечно же выгоднее вы можете вызвать своего питомца но технику вызвать нельзя для перевозки паков нужно будет воспользоваться местными тракторами некоторые из них сломаны но их на месте сразу можно и починить чем больше вы спасете жителей за отведенное время тем больше будет вознаграждение за квесты если число спасенных жителей будет в промежутке от 80 до 149 вы получите шесть запечатанных эссенций необычного качества то есть наподобие тех которые можно получить за выполнение квестов в локации рамильский хребет или как лут с мобов в той же локации а также вы получите баночку с очками чести на 800 единиц или баночку с ремесленной репутацией на 800 единиц на выбор если число спасенных жителей будет в промежутке от 150 до 189 вы получите 9 запечатанных эссенций необычного качества и баночку с очками чести на 1000 единиц или баночку с ремесленной репутацией на 1000 единиц на выбор а если число спасенных жителей будет 190 и более вы получите 15 запечатанных эссенций необычного качества и баночку с очками чести на 1500 единиц или баночку с ремесленной репутацией на 1500 единиц на выбор Так что здесь нужно будет все делать быстро, ибо вознаграждение зависит от каждого. Да уж, авкающим игрокам нигде не рады, и данная ПВЕ арена не исключение. Ну а как вам данная новинка? Как по мне, это классный вариант арены. Особенно она понравится Паковозерам, Фермерам. Только вводить данную арену в русскую версию игры Аркейдж нашим локализаторам нужно не через полгода, а чем быстрее, тем лучше. Ибо смысла ходить на нее особого уже не будет. А на этом пока что все. Оставляем свои комментарии насчет аренки в описании. Не забываем подписываться на канал и поставить лайк данному видео. На этом еще раз все. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok